и снова здравствуйте всем привет итак давайте сделаем еще одного конфедерата потому что ну братья-близнецы на лошадях это конечно интересно но пусть будет несколько вариантов я наверно думаю четыре варианта точно надо так будем переделать с этого же тоже персонажа чтобы можно тут сделать так мы сделаем такой вариант значит выберем но в топологи через альт левая кнопка мыши выберем нашего персонажа так control z и к симметрию включим так чуть ему значит расширим фейс лица давайте немножко его вытянем так изменим форму носа так нос чуть чуть вперед чуть чуть горбинка и переносицу чуть-чуть добавим чуть-чуть придавим так переднюю губу чуть вперед это тоже вперед подбородок можно чуть чуть поменьше так теперь что еще ну по глазам по глазам значит сделаем их чуть пониже брови чуть чуть повыше так чуть-чуть впадину значит под скулы так теперь нарисуем значит ему усы так еще значит какая штука да давайте чуть-чуть опустим и поднимем значит рот вот так вот губу чуть побольше можно да так теперь уменьшаем делаем control левой кнопкой мыши рисуем значит усы вот такого варианта будет да теперь делаем экстракт это многовато уменьшим а ну-ка это маловато прибавим ну в принципе нормально а цепь и что делаем делаем теперь геометри изменяем сетку делаем дай нам с чуть-чуть побольше включаем кисточку клей белдок переключаем на автомаскинг бак face mask как ставим на двоечку можно тройку так тут выглаживаем что не так вот где рот лучше конечно выводить так и погнали накидывать массу так смотрим под разными углами добавляем вот эти углы добавляем переходы так тут чуть-чуть значит алькам подберем тут тоже алькам подберем alt левая кнопка мыши кстати если кому-то что-то нужно прибрать да так что у нас получается получается вот такая вот штукенция теперь мофта пола джи так вытягиваем подтягиваем подгоняем так чуть-чуть выгладим и еще раз попробуем начать клей билдок теперь ну давайте на пятерочки получается где то вот такие вот у него будут черные усы давайте раскрасим это кисточка стандарт rgb так цвет но обязательно будет черный c покрасим дам ну уже вот другой персонаж смотрим что еще выбираем нашу кепку через alt левая кнопка мыши control можно переключиться на маску по линии делаем control и теперь мов перекручиваем как нибудь по блатному потому что ну все таки сейчас будет сержант так можно чуть-чуть и в бок увести снимаем маску ну так уже будет как бы индивидуальный до теперь alt нажимаем на маску на нашу ты тут китель переключаемся control на утре frizz hard маскируем плечо делаем control и control и смотрим делаем тогда экстракт делаем а цепк делаем геометри делаем дай нам из побольше нам так теперь что можно сделать шифтом все это дело выглаживаем смотрим большеватый будет погон тогда мы его нарезку поставим на тринку на полосу и вот так его обрежем делаем дай нам из опять же control левая кнопка мыши теперь control маскируем центральную часть и тут получается если у нас просто будет вот впадина да вот этот то это будут как бы строительные войска да там но не доставляют там хавку там еще что-то ты ловики как нам нужно еще сделать какую штуку control вот так control alt пробел нажимаем перетаскиваем и здесь тоже control alt делаем control и инвертируем и опускаем этот alt подгоняем к нашу титой к нашему погону и опускаем все это вглубь так получается у нас такая штука делаем дай нам с перерабатываем сетку теперь нужно немножко это дело все выгладить и значит подогнать к наши к нашему погону перекрутить его можно чуть-чуть чтобы по блатному был так поближе вот здесь он должен быть и и делаем модифитоползе мира and well так и вот у нас уже получается другой конфедерат уже будет другой но тут еще вот чем вопрос видите у них у них значит тут эти кабура у кавалеристов стоит наоборот потому что он значит правой рукой достает отсюда пистолет и он должен быть перевернут но так как у меня вроде бы кабура во все стороны до без верхней части закрывающийся то в принципе я думаю пойдет так что еще так рисуем ему значит сержантский вот эти вот штуки так давайте значит текстурку подгрузим импорт в рабочий стол и найдем где у него сержантские погоны лычки или как они называются опознавательные знаки да так текстура включаем текстуру жмем так уменьшаем перекручиваем уменьшаем подгоняем а ну-ка ну как бы так бы да z кисточку поменьше жмем на наш значит китель и у нас стоит кисточка стандартно покраски тогда мы это все дело красим так прибавляем это все дело и нужно теперь все это дело обвести это клавиша c английская аккуратненько постараться это все дело обвести а потом мы общую закрасим так теперь побольше кисточку дров сайс поставим и уже можно посмелее тут покрасить дн control z посмелее но не до такой как же говорят степени на так итак у нас получается сержант теперь нам нужно c английская выбрать вот эту штуку и тут по погонам тоже немножко непонятно даем так а ну-ка alt левая кнопка мыши выбираем погоны их симметрия красим с двух сторон нужно какой он цветная погрязней то слишком глаза бьет и вот у кавалерии где-то приблизительно такая штука но а ну-ка где-то наверное черный цвет должен быть и внутри вот это все покрашено я думаю приблизительно на в таком духе а ну-ка теперь c подкорректируем наши боковушки вот эти выберем транспорт и наверно перекрутим его и немножко сплю с ним получается как-то control z гадко а ну-ка деформацию откроем in flat смотрим чтоб не держите бога было а ну-ка так теперь что нам понадобится нам понадобится значит отключить текстуры и можно тут выгладить а ну-ка насколько это будет а я я и даем нет control z пускай пока так наверно даем слишком они как-то выпирают наверно мофта полоте все равно это будет цельный мышь давайте их как-нибудь подсадим поглубже так а ну-ка но вроде бы как бы даем смотрится как теперь нужно перекрасить ему штаны текстура импортируем значит нашего еще одного персонажа вот такие у него штанишки будут тут видите можно еще черные делать начать у него форму в принципе тот же самый цвет так а ну-ка альт левая кнопка мыши выбираем нашего персонажа джинсы кисточку стандарт и попробуем раз так чем мазнуть да это какие-то они светлые получаются а ну-ка как белые да давайте лучше с этого цвета с родного выберем так это больше будет похож так есть такое дело и теперь нам нужно вот эту полосу нарисовать а ну-ка это у нас симметрия включена все нормально контрол 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 z делаем контрол и и смотрим что у него тут желтая полоса давайте эту полосу тогда и возьмем за основу потому что но она тут нормально вроде не сильно такая так значит выбираем c и погнали так ханок а по контрол z но уже другой гражданин так тогда вот лучше наверное и погоны а тот же самый цвет плюс-минус да так и наверное раз он такой вот теперь блатной я не знаю делать ему перчатки серыми какими-нибудь или пусть темный будет цвет вот тоже под вопросом да а ну-ка если под кабуру перчатки за собачить много цветов а ну-ка shift z так у него перчатки видите тут желтые даем ну-ка попробуем кай перчатки сделать такими желтыми что-то как-то мне кажется у бога это будет выглядеть неинтересно да так ну в принципе чё желтые перчатки думаю если в мульте там где-то будет сцене будут резать глаз потому что там более такой ну как бы сказать как бы это назад тут окажутся на и перчатки с этим слившийся дэн а ну-ка давайте тогда с и какой-нибудь ну давайте пусть такой будет цвет а ну-ка так вроде бы чем вроде бы нормально сержант все понятно так дополнительных ремней не буду делать пока пусть будет в таком варианте ну вот что то такое получилось так теперь нужно это все дело склеить и сделать ему за ремеш так что у нас получается усы соединим все это вместе а можно еще с волосом поработать а ну-ка так а что ему можно придумать с волосом больше делать при анимации будет гадко да так вот так мы его разведем вот раз пышные усы то бакимбарды вот эта штука тоже должна быть пышная в так ну в принципе все нормально теперь нужно шапку выбрать так шапка где у нас на самый низ так тоже магазин не нужен обувь входит так это как а ну-ка волос вот и давайте чуть-чуть дорисуем чего-нибудь тут а ну-ка здесь уже на двоечки так побольше поставим сделаем дай нам и сейчас все это дело переработается а ну-ка бамс так склеилась вроде бы все нормально так что у нас это полоса не интересно поэтому вот и так что-то там вылазит а ну-ка давайте поглядим так что ты тут так ну ты тоже поинтереснее будет так тут карманов не должно быть ничего такого так-так-так-так-так принципе чё нормально начать создать папку для него как еще что у нас есть так шмотки есть так шапка внизу сохраняем файл первоначальный safe as находим папку сержант конфедерации так переписываем сержант так ну теперь развертка потом в миг сама и будет уже еще один персонаж так погнали соединяем все это дело так мерч мерч always и погнали все все что нужно соединено теперь делаем всему этому делу дай нам из на больших подразделениях так теперь делаем дубликат на дубликат симметрия стоит делаем геометрии так за рмс ноги шин мы поменьше так 11 тысяч полигонов смотрим сразу чтобы он не сильно был очень гадок да ну пойдет вроде бы как бы так вот погоны конечно тут ай-яй-яй так ну наверное маловато ну как control z давайте сделаем где-то хотя бы 15 12 12 12 13 14 15 16 15 16 так 19 нормально уже получше на погоны мама не горой ну главное чтоб они были нарисованы так теперь делаем про джектал а ну-ка жмем да так смотрим теперь что тут да как ну вроде бы не так все плоховато вроде бы персонаж вроде бы как бы симпатичный кое-где тут нужно выгладить кое-где нужно сразу же здесь подкрасить потому что значит потом будет у нас неприятность вот эти вот кантики все подобрать выгладить так c волос подкрасить так делаем теперь за плагины ювел мастер вот он клон он в рэп вот вроде бы быстро делается значит сеткой вроде бы должно все быть хорошо когда косяки там очень много он прогонов делает разных и сразу понятно что там уже что-то не есть good так за плагины делаем копии присобачиваем нашу эту штуку делаем за плагины пост прилепляем нашу развертку заходим текстуру мэп если вам нужно 4к вот она качество значит тут этих текстур вот будет 4к давайте нажмем посмотрим так теперь текстуры мэп new from polypaint все развернулось делаем клон делаем текстуру переворачиваем для блендер флип вы выбираем нашу текстуру делаем экспорт пнг формат пишем сезон называем сержант так ну 4к будет значит немножко тяжеловато Наверное, в качестве. Так, на единицу ставим, заходим, жмём Normal Map, крит Normal Map, клон MME, экспорт и PNG, формат, пишем сержант, Normal. Сохраняем всё это дело. Теперь, значит, нам нужно сохранить нашего персонажа уже на вот этих подразделениях. Значит, вот 18 с лишним тысяч полигонов, Dale Hidden, и делаем экспорт, сохраняем, это у нас будет солдат, а, сержант. Так, сержанта сохранили, что нам ещё нужно? Мы меняли, значит, форму кепки. Вот, давайте сохраним кепку, это значит, делаем тоже Dynamesh, потому что там сетка менялась, да? Так. Сержанта можно отключить, кепки делаем, дубликат, и то же самое. Только здесь уже развертка, значит, сетку делаем без симметрии. Потому что у нас кепка несимметричная, и значит, пусть будет она вот таким вот образом с другой сеткой сделана. Так, смотрим. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D, ну, давайте ещё раз Ctrl-D, и делаем опять же Projectile. Текстуру полностью, всё вот это копируем, значит, детали, ну, всё, что есть на высокополигональной, копируется на низкополигональной. Так, делаем теперь The Plugin World on Clone, Unwrap, делаем копии, заходим опять же, нажимаем на наш цвет, 8 батальон, Past UVS, делаем так. Так, кепка уже 4К, не надо, пускай остаётся, значит, 2К, текстура Map, New From Polypaint, клон, текстура, переворачиваем FlipV, экспортируем, это значит, шляпа. Да, пускай шляпа, один уже есть. Так, а Normal, ну, в принципе, ну, давайте сделаем и Normal, хотя тут деталей как таковых нет. Так, понятно, это всё сделано. Так, этот файл сохраняем тоже, так, что у нас тут по шляпе, DelHidden, и экспортируем, значит, это будет шляпа один. Так, магазин я возьму, наверное, у другого, ну, у того же персонажа, может быть, другие ему присобачиваю. Так, сохраню этот файл, если кому-то нужен будет, уже с разверткой, вдруг запорите что-нибудь там, нужно будет что-то найти, а вот оно есть. Save As, это значит, сержант. Развертка. Так, есть вариант попробовать, значит, если есть анимации у того персонажа, на этого просто кинуть и не закидывать в миксама. Давайте попробуем, у них поза одинаковая. Итак, значит, кости подошли, не стал я это записывать, значит, этот вариант. Те же самые кости, смотрим, предыдущего персонажа, это идентичные, значит, персы. Так, это кто у нас? Солдат конфедерации. Вот, видите, что то же самое, та же шпага, тот же у него, значит, магазин. И, значит, заходим, смотрим, что можно ещё сделать. Так, у него какая штука? Значит, не хватает костей на этот, как его называют, на подсумок. Заходим в Edit Mode. Тройка на нампаде. Так, сначала в Object Mode, наверное, давайте выберем вот эту нашу штукенцию. Зайдём в модификаторы, отключим модификаторы. Теперь привяжемся с это Origin 3D Geometry, чтобы наш вот этот моб встал на наш подсумок. Отведём подальше, чтобы это всё дело не связалось с соседними костями. Мы выбираем кости, заходим в Edit Mode, и, значит, ну, давайте Shift A, единица, подводим, так, а ну-ка, G, подведём к нашему магазину. И, значит, здесь как сделаем? Надо это всё дело перевернуть, чтобы у нас вот этот... Как же вот, блин, ну, всё вылетает из головы. Значит, вот этот... Кобура, вот этот Кобура, да? Вот так установилось, видите? И вот от ремня, от этой точки, она, значит, будет у нас вертеться, крутиться. Так, теперь вытащим ещё одну косточку, Е, вот сюда, чтобы наш ремешок нормально тут себя чувствовал. Ну, и можно Е ещё одну косточку. Так, эту кость отвязываем Alt-P. Так, она отвязана, эту кость привязываем к этой, Ctrl-P. Keep Offset. Так, это как она, Ctrl-P, Keep Offset. Все привязаны. И вот эту косточку, крайнюю, вот эту. Даже не крайнюю, наверное, а вот эту кость привяжем, значит, к тазовой. Через шив делаем Ctrl-P, Keep Offset. Заходим в Alt-Mod, выбираем наш вот этот, да, едите, то, что с у меня вылетает из головы. Кобура, вот, Ctrl-P. Делаем White Automatic Widget. Заходим в Post-Mod. Выбираем кость управляшки. Ага, тогда эта кость у нас тоже отвязалась. Не вопрос. Вернём назад. Зайдём в Edit Mode. И тогда вот эту кость, ладно, удалим. Зайдём в Object Mode. Выберем по новой Ctrl-P. White Automatic Widget. Перевяжем. Выбираем опять же кости. Заходим в Post-Mod. Кость управляшки. Тянем к нашему, значит, ремню. Это будет работать вот таким вот образом, мотыляция. Так, ну и, значит, прописываем А. И прописка. Так, подсумок есть. Всё есть. Всё вставлено. Теперь нужно прописать шпагу. Раз. Оп. Здесь он берёт шпагу. Вот, вы видите. Что нам нужно сделать? Нам нужно, значит, вот это сама шпага. Это, значит, у нас ножны. Так, шпагу выбираем с ножнами. Два ремня вот этих тоже выбираем. Так, Ctrl-Z. Вот здесь уже стыковка. А ну-ка. Таким образом, это дело не будет управляться. Тогда выбираем вот эти крайние. И вот так тогда всё вместе. А ну-ка, R. Ремень, перетянем вперёд. Ремень, подведём вот одну полоску, куда нам надо. Тогда эта часть натягивается, чтобы её было видно. А ну-ка. Так, а ну-ка. Как она тут? Ну, вот её видно, да? Так, вот рука прижала, значит, близко нашу вот эту штуку. Так, тогда мы выбираем её. R перекручиваем, G. Подводим, значит, к нашей вот этой части, к руке. А ну-ка. Так. А ну-ка, G. Поближе в ногу. И повыше, да? А ну-ка. Вот так где-то. Ого. Тогда тут ещё разворот. Делаем R, G. G. Вот так аж. Тогда рука вот эта не доспевает. Её нужно будет переписывать. Так, а ну-ка. Ещё перекрутим G. Подведём. Ну, так как-то. А, и прописка. Так, теперь что у нас получается? Ага. Вот теперь у нас, опять же, получается, что он, G, это всё дело уводится. R перекручивается. Вот так вот тогда получается. Так. И тогда под руку R, вот сюда же завод делаем. Так, ну, как-то так-то. А, и прописка. И теперь нам нужно крайний вот этот, значит, момент обыграть. А там уже, надеюсь, подправим просто, значит, прописку нашего вот этих ножен. Видите, тут он её уже, считай, ножны должен как бы бросить. Сейчас будем смотреть. Так, а ну-ка, G. Вытаскиваем мы нашу саблю. Семёрка на нампаде. Делаем ей R. Перекрутку. G. Подводим к руке. R. Подправляем. Лучше отключить, значит, видимость, значит, вот этих костей. А ну-ка, G. И вставляем в руку. А, и прописка. Смотрим, что получилось. Прямо таки скажу, плоховасто, да? Так, теперь нам нужно R перекрутить вот эту саблю. Так, она должна быть ещё в ножнах. Прописываем саблю отдельно и английская. Так. Не прокатит такая штука. Ну-ка, значит, надо сделать R. Тогда, раз она в руке, то у нас получается вот этот ножны. R. Тут вообще, мама не горюй. Так, ножны. Так, это ножны выравниваются. Прописываем И. Теперь у нас получается, опять же, нужно вот это всё дело. Видите, насколько расстояние, да? Значит, выбрать руку, выбрать нашего персонажа. И, наверное, а ну-ка, G. И тут тоже тогда переписать. А, и LockRot. А ну-ка. ScreenCascape, по-моему, да, восстановил. Чтоб вы видели, что я буду нажимать. Так. И что у нас получается? Так. Вот здесь у нас вот такая штука. Тогда мы выбираем нашего персонажа руку. Выбираем наш вот этот ножны. И тогда G. Переписываем всё это, значит, под меч. Ну, под шпаву, да? Так. Делаем R. Сравниваем это всё дело. Немножко G. Выравниваем. А. И LockRot. Так. И получается у нас уже... Опа. Неинтересная штука, да? Тогда придётся вот эту анимацию прям конкретно шлифовать. Вот так. И прописка. Здесь, видите, рука западает. Значит, нужно сделать какой манёвр? Отвести руку, значит, в бок. Нажать ей и прописку. И здесь она... На каком кадре? Так. Ну, где-то так должна быть, да? Тогда у нас косяк какой? Косяк у нас тогда в ножнах и в сабле. Так. Значит, тут у нас G. Ножны есть. Прописка I. И, значит, тогда нам нужно саблю назад вставить. А тут она ещё и в ногу впала. Выбираем теперь ножны и саму шпагу. И подгадываем её R по нашей вот этой руке. Которую тоже, опять же, нужно будет переписать. Это прописываем A и английская. А теперь переписываем следом на этом же кадре руку. Потому что это будет шиздец. Так. G. Вот так. Вы видите, что у меня тут отвязка идёт. Потом ещё вот эти ремни нужно натягивать будет. Раписка. А ну-ка. Чуть-чуть пошлифуем, значит, нашу руку. Так. Раз. Оп. Здесь взялась. А здесь у неё начинает пляска, да? Так. Значит, вот эти кадры мы все ликвидируем. Delete. Во. Опа. Всё. Вот видите, да? Удалили ненужные кадры, которые мешают вот этой плавности. И у нас идёт стыковка. Так, теперь у нас получается, что рука, которая хватает в нашу саблю, она немножко не того. Мы её G перекрутим. И вот хотелось бы ещё раз сказать, что вот эти готовые анимации, это, конечно, очень хорошо. Очень это дело хорошо, значит. Но видите, что тут конкретно нужно переписывать. Так, и получается тогда вот эти три кадра тоже этой руки долой. И она, видите, ну как, проскальзывает сквозь вот эти вот штуки. Тоже это нужно разворачивать, перекручивать. Ну пока давайте так. Раз. Вроде бы он её тут вытаскивает. Так, G. R перекручиваем. А ну-ка, подгадываем. Прописываем И английское. Вот видите, тут идёт уже скольжение. Вот оно. Так. Не вопрос. Мы просто перепишем эту руку. Так, Ctrl Z. Выберем нашу вот эту вот кисть руки. Чуть-чуть её перекрутим. G подтянем. И значит её подведём к нашей шабле этой. И английская. Так, тогда удаляем ещё пару кадров, чтобы у нас рука... Так, даже вот эти все, а ну-ка. Вот, а теперь подправим её конкретно. Опа. Опа. Английская и прописка. Тут у нас идёт, значит, скольжение. Уже сабля должна вылазить. Поэтому мы выберем саблю. И значит, G. А ну-ка, G. Ну-ка, спало выделение. Так, где ты тут? Так, прописка I. И пошёл у нас, значит, тут вот опять пошла пляска. Так, переписываем нашу кисть руки. Смотрим, чтобы сабля более-менее одинаково попадала. Вот, ну, по держаку здесь смотрим, да? Потому что если она не будет попадать, у нас потом может появиться вот такое скольжение, видите? А ну-ка, G. Ещё раз. Ещё вперёд. Английская I. И главное, чтобы не было тряски. Вот, раз, он тут вроде бы напрягается, зацепляется. Ладно. Это ещё можно поверить. Так. Во, какая штука получается. Менять нужно полностью амплитуду. Угу. И вот у нас началась тут опять пляска. Мы находим, где он, вот, вот этот момент, где он достал нашу саблю, да? И получается, что вот эти кадры нужно все поудалить. Так, раз. Прописываем свои полностью покадровки. Так, она так и красивее должна быть. Так, раз, R. М-м-м. М-м-м. Так, и раз она так вылазит, то тогда ещё нужно прописать вот этот, всё-таки, саблю прописать, да? И сразу же попасть их в ножны. Во, вот так будет нормально. А, и прописка прошла. Так, что ещё тут у нас? Так, здесь у нас прописано. Нужно дописать вот эти вот потерянные кадры. Так, а ну-ка, чтобы видеть кисть руки. Вы видите, что я сейчас прописываю именно кисть руки, а не перевожу, значит, саблю в той анимации, которая сейчас была. Потому что это делать нельзя. Нужно именно по этой сабле идти, иначе она потом будет плясать. Вот видите, тут ещё более-менее. Так, раз. И нужно теперь вот здесь вот прописать вот эту саблю до конца. Ну, это сейчас будем делать. Докорректируем сразу вот этот момент. Так, это у нас опять же G. Чуть-чуть подкорректируем. R. Где-то можно подкрутить G. Подвести I. И вот у нас остался ещё один кадр. Это значит R. Вот опять же, видите, я руку прописываю. Вот эту руку нужно дописать к этой сабле. Но не иначе. Так, а ну-ка, G. И английская, и прописка. А ну-ка. Так, вот здесь видите, где он вытаскивает. Где он вытаскивает. Как можно это всё дело обыграть, да? Вот раз, вот здесь вот уже нужно переписывать полностью вот эту руку и вот эту кость. Которая отвечает за ножны. Значит так, мы это R доводим. И значит он G должен эту руку как бы увести назад, да? Ну, как бы помочь себе вытащить эту шпагу. И опять же, чтобы эта шпага не высовывалась, мы должны подогнать её к нашей вот этой, к этим ножнам, да? И подогнать, чтобы спрятать кончик сабли. Прописываем A и прописка. Так, здесь у нас опять же получается, что раз мы переписали анимацию, то желательно, чтобы вот эта shift D, две косточки были там же, на этих двух кадрах. Ну, как-то так-то, желательно, можно даже ещё выше её как бы поднять. Ну, это уже будет другая история, да? Так, тут теперь, здесь мы уже прописываем нашу саблю. Так, а ну-ка, RG. Заводим её в нашу кисть руки. И, значит, это всё задираем. Вы видите, что рука у нас вот так вот всё это дело держит. Вот так. И, значит, здесь ещё должен быть перекрут. Семёрка на нампаде, и прям выкручиваем по руке. Во. И прописка. Здесь вот тоже она, видите, отскакивает. Если бы вы делали, ну, если бы я делал сразу вот эту анимацию, такой бы штуки не было. Потому что, когда вы сами пишите анимацию, вот, допустим, я прописал какой-то кадр и следующий, и между ним уже автоматически создаётся вот эта вот, значит, запись. Покадровка, да? Так, 54-й прописываем сразу. Семёрка на нампаде. Делаем R. Перекрутку G. Подгоняем в нашу руку. И вот, казалось бы, значит, да. Вроде бы бы быстрая анимация с миксом. Да, где-то можно уже готовую подставить. Здесь вот можно было, я сейчас потом покажу, как это можно было быстрее сделать, но тогда теряется несколько кадров, которые так хотелось бы сохранить, именно начальные. Так, вот, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... висит просто до сабля как и вот минус в чем что у нас теперь получается где он бросает руку вот так вот такая штукенция здесь должна вот это значит а ну-ка попробую отвязывать эти кости не помню а ну-ка джи ну-ка печально но они отвязаны значит g подводим к ремню так теперь нужно выбрать еще косточку ремня можно сделать как бы вот таким образом обыграть д а ну-ка джи прописка и а ну-ка раз так здесь анимации нет но почему она назад не отскакивает значит нужно чтобы она отыграла все это дело нормально выбрать первые кадры вот эти сделать шифт д и на 42 кадров перекинуть ну-ка шифт д на 42 перекидываем эти кадры и они ни черта не дают значит что заходим так заходим в эдит мод находим наш ремень вот этот отвязываем вот эти кости альпи клеер пирам тут эту тоже альпи клеер пирам ты тут тоже альпи и эту тоже альпи в принципе этого будет достаточно теперь эту вяжем как эту вяжем к этой control пики полсет эту вяжем к этой и так далее заходим в посмотрю у нас тут теперь смотрите как все должно заработать мы можем выбрать вот эти кости и видите теперь мы можем их двигать вот ну такой вариант более-менее нормальный да так теперь что у нас ремень чуть-чуть опускаем g пускай он уйдет в ногу и тогда мы можем просто подвинуть джи вот этот значит как и называют папа так я еще плохо видно ножны опа она и цепляем их на место вот сюда опа прописываем и тогда выбираем вот эту косточку и подводим ее g нашему ремню и прописка так тогда эту стопу выбираем наш меч вот эти все части и удаляем ненужные кадры раз смотрим что где тут находится теперь выбираем только ножны и нужно нужно тут немножко где-то подогнать так ремень выбираем g уводим назад так 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 и тогда нам нужно увести вот это все назад а ну-ка и ножны то бишь тоже опа так теперь нужно подкорректировать вот эту анимацию удалить ненужные значит элементы то бишь вот этот кадр тридцать девятый делит так раз и на 30 давайте на тридцать восьмом немножко тут под шаманим g а его крот так мы теперь у нас есть еще значит как вот опять же кобура да так оставляем первый кадр на кобуру остальные кадры удаляем и вот этот кадр уже можно р переписать прописываем и покро тут еще есть и пистолет будет потом вообще будет изумительным так где у нас сама эта лямка вот чтобы это все дело виделась английская и прописка так эти тоже кадры удаляем и раз здесь кидок на тридцатом кадре идет значит доворот а ну-ка р так g так тут надо еще смотки потом подкорректировать так и значит этот подсумок до вперед так уходит и и а и прописка все и назад уходит вместе с нашим персонажем то бишь r и как бы тут наверно повиснуть должен так раз на ноге вот все об где-то завалился то бишь вот здесь поправляем вот мотыляется все уме чем достает так возможно может где-то еще и крикнуть что-нибудь да так а ну-ка и прописка потом открываем рот и прописка и потом значит закрываем еще рот так и по моему рот еще нужно там больше закрыть и что у нас получается так вот здесь еще здесь нужно добавить еще одну такую значит штукенцию закрыванием рта еще раз он его открывает еще раз закрывает вот но это самая простая такая штука а ну-ка прикольно да только теперь что нужно сделать зайти в облик мод выбрать его зубы и желательно эти зубы и а ну-ка на первом мертвом кадре чуть-чуть перекрутить и увести вниз почему потому что я программе челюсть ну как вытягивал вперед забраждан ну и чё прописка а зачем ее прописывать мы просто подправили все на теле там и будет так но слишком быстро он тут где-то у него рывок идет вот здесь наверно да нормально болтает ну вот такой получился значит у нас сержант вот даже видите да погоны можно чуть-чуть на подкорректировать а принципе мультяшные чем будет пойдет и тут начался махать можно теперь добавлять анимацию где вот замах идет там он где начинает мочиться тоже ну в смысле мочиться драться да не к самому можно это все дело скачать и опять же подкорректировать так ну здесь ничего не нравится вот раз он бросает но у нас вот это сабли вот эти все кости да ну-ка вот это вот должны быть вот таким образом полностью ремень выбираем и выбираем первый кадр и сделаем shift d и кидаем вот где-то на 45 смотрим у нас и вот где она оказалась видите до так чтобы еще что еще можно показать давайте это моргане ему за собачим да так зайдем уже кнут выберем нашего персонажа и вот так вот сделаем смотрите без костей глаз как это все дело обыграть опять же шипки добавляем шипки и добавляем разряженность заходим скульп мод и к симметрию включаем включаем тянучку и вот так вот раз потихонечку это все дело тянем вперед 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 назад словом здесь вот корректируем так нижнюю часть на нижнюю натягиваем папа так ну видите что у нас брови потекли просто текстура потянулась и в принципе все это дело так и будет но обыграем и это дело чуть-чуть брови сюда спустим ну как-то так-то ну-ка оп так есть такое дело здесь значит пропишем закрытые глаза вот так потом здесь у нас быстрое моргание глаза полностью открыты можно их чуть-чуть поменьше сделать и тут следом открываем глаза так ну тоже не так полно вот так вот и получается раз все быстро моргание оп морганул чин табрек так так вот эти кадры можно теперь shift d выбрать и поставить их вот сюда вот два раза моргнул нормально так что еще можно сделать так 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 вот у нас тут ремень западает в принципе можно и костями тут подправить да ну давайте выберем значит на мертвой точке у нас ремень ведь он и тут запавший так и добавим шутки еще один добавляем как теперь что у нас раз опа заходим скольк нот здесь это дело вытягиваем прям на наш вот эту смотку опа прописываем и так вот тут еще отошло так и куда этот делся так это у нас значит вытягивает опа пардонки добавляем еще один шипкий и тогда тоже вот сюда его опа натяжечку ну и прописку и а здесь видите он уже натянутый тут уже в минус ну или хотя бы до середины тут уже можно регулировать натяжение его так значит так а здесь уже первый шипкий у нас должен чуть-чуть подтянуться а ну-ка опа да так здесь у нас что такое второе опять же шипкий ну и нормально да так теперь можно добавить еще один шипкий и вот здесь вот какую-нибудь и такую штуку кем-то замутить а ну-ка раз вот натяжка как будто произошла наша вот этого ремня вот это тоже можно прописать и так а здесь где он значит еще в покое тут уже подтянуть его поменьше сделать вот так вот шипки ими можно в принципе и полностью анимацию сделать вот вещей и так далее так значит это второй нужно подписывать чтобы знать какой ремень настроен просто когда много шипкеев там уже может черт ногу сломить так это получается раз первые шипки у нас получается то вообще провисший висит но в принципе со стороны это нормально будет не видно хотя нет пардоньте это уже вот этот шипкий третий опа ну вот уже прикольно осталось теперь вот подтянуть вот этот внешний вид подтянуть второй внешний вид так тут уже косичок да во нормально так это тоже пропишем третий и пропишем второй так раз пойдет 1 3 шипкия ну-ка 3 добавляем и на третьем нужно вот здесь еще подгоны сделать так ну и теперь давайте подправим ножны и будет все когда это ОЗРГУ так на 45 кадр G так Ctrl Z что у нас тут а ну-ка весь ремень выбрал мне нужно только вот эту часть ножны и вот так мы их присомбачим прописка и тогда тут тоже немножко перепишем и ну так вот будет уже нормально а дальше если шлифовать что-то добавлять и прям можно тут так разыграться что будет шиздец капец какой прикол так а ну-ка вот тут что мне еще не нравится видите шапка у нее далеко обжиг мод винташи нехорошо нужно шапку носить правильно так ну вот такой результат значит появился еще один персонаж сержант генерал и значит пару бойцов что-то они на диком западе не будут делать уж что это нужно сценарий нужно чтобы скачать может какой-нибудь комикс и по комиксу это сделать и это уже какой у нас по счету будет персонаж смотрим ай-ай-ай все персонажи находятся в группе так что все риги в них настроены можно скачивать и делать значит полностью события какие-то на диком западе если кому-то конечно интересно ссылка на группу будет в описании заходите подписывайтесь качайте так это сейф все всем пока 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 не